всем привет друзья я на пробежку на сегодня плюс 4 градуса так намазалась кремом смотрю чтобы впитался сегодня был урок с репетитором вот так солнечно как и сказала так холодно что не чувствую ни рук ни носа сегодня особая особый холод какой-то но у нас потеплеет плюс 17 будет по-моему послезавтра до воскресенье хочу посмотреть все такие что там сейчас перейду туда то новость это фору нас поставили нажимаешь стрелочку и ждешь у моря погоды все еще ждешь никто не останавливается сделали по ней еще вот так вот пешеходочку о он еще и затарахтел и стул а да вот эти едут да вот эти едут надо поворачивать мы мешаем здесь мини-разделитель так я смотрю выдается а он по он даже цвет свой не поменял до светофор он не в том-то и дело что он не стал белым он как был оранжевый так и остался сразу поменял его а вот тут есть оказывается пешеходка особо там идти некуда я просто хотела посмотреть стоит ли она того ведет ли это куда-нибудь изменить свой маршрут а вот эта дорога доходит до майклса нет в домах до авхариститера внутренняя такая вот так в общем здесь но обычные дома уже закончилась тропинка закончилась ну я посмотрю в общем там тупик так что я правильно дело что не шла здесь вообще нет тропинки люди ходят выгуливать своих собак прямо по дороге странно что они себе тропинку да не проложили у нас там внизу в биркдейли они сами себе сделали вот такие просто вот так все все плохо я думала просто отсюда можно дойти у нас там плаза там больница там какие-то кафешки но нет они сделали там тупик полный хотя там чуть-чуть пройти можно дойти до кафе так что идет светофор чисто вот чтобы они туда сходили и перешли в свои дома все это конечно опять такой вот минус я понимаю подарки которые валя купила в рождественском магазине школьном она хочет подарить именно на рождество вот американская не хочет ждать она выложила их под елочку на новый год она делает сама подарки что-то там с папой вот она покупала а вот эти чисто вот для рождества американского я вот не знаю наверно хочет пусть дарит мы живем получается в америке и американская но это не американское рождество это католическое рождество понятное дело хочу повесить валяя календарь и ожидания думаю куда наверное вот это прибыло и дотягиваться легко чтобы он был на виду на дверь не хочу там есть уже с новичок сюда наверно повешу завтра уже буду выдавать им сладкие адвент календарей как раз завтрашнего дня можно начинать отчет вести отчет до нового года там 24 шоколадки вот это мы промерзлись с мужем на пробежке холодно было откровенно готовлю себе второй кофе финики в качестве конфеток вместо конфеток и хотела поделиться значит у мужа возникла такая проблема он работал на uber комфорт называется uber делится на несколько типов но типа поездок вот так скажем есть uber x это самые такие недорогие поездки есть uber комфорт машины такие же примерно как и в uber x но они поновее и там комфортнее находиться то есть там больше пространства для нового и есть еще uber xl он возил xl когда ездил на бьюики фишка в том что заказов на xl меньше потому что мало кто нуждается такой большой машине все берут машину поменьше эта машина для компании ну либо для тех кто любит там не знаю простор например есть еще uber black это более такая комфортная поездка как премиум класса наверное вот и вот он возил возил на комфорте все было окей и вдруг там какие-то обновления в правилах у них вышли и uber его берет и выгоняет говорит вы вот uber x плохо возите вот вам надо в общем uber x переквалифицироваться на uber x и тогда мы вам будем давать заказы uber комфорт в общем он возился с приложением наверно весь день потратил на это на переписку там на общение на все такое в результате сейчас возит и то и то но преимущественно почему-то приходят получается заказы uber x это очень дешевые заказы недорогие там допустим 3-4 доллара несколько там ну разные конечно заказы так я не не смогу быстро вспомнить сколько они стоят они-то приходят подряд прям заказы заказом идет идет отбоя нет этих заказов но единственное что за ты за 4 доллара предлагается там повести допустим человека и плюс это совершенно другой контингент контингент разный тоже вдаваться глубоко в эту тему не хочется но например участились такие случаи когда человек хочет все сразу и за маленькие деньги за небольшие деньги то есть он садится в такси и думает что вот таксист если он его везет он может выполнять там все его требования все его до поручения например человеку недавно захотелось заехать макдональдс вот он выстроил маршрут вызывает такси он строит маршрут там из точки а в точку б и вдруг ему там приключилась вот такая беда ему захотелось в поесть вы меня там не завезете вот вот он тут буквально рядом этот макдональдс и дальше типа поедем дальше но человек не думает что вот он заплатил допустим 10 долларов но виталий куда пусть он достанется 10 долларов он естественно платит больше там убер себе берет что это именно поездка из точки а в точку б если нужна . посередине это . c допустим то он должен таким образом выстроить свой маршрут указав остановки и его будут возить куда ему там потребуется допустим ему нужно по дороге заехать в аптеку он ставит маршрут значит тут у него остановка в аптеке потом у него остановка там макдональдс и потом он наконец-таки приезжает нам в конечную точку но естественно это дороже и люди вот извиняюсь хитрожопы и они думают что это как по-дружески по братски а то что у человека у таксиста это как бы такой рабочий день обыкновенный и никто ему за эти остановки не не оплачивает дополнительно что это просто-напросто простой называется когда нету заказов когда он просто вот привезет человека он пойдет там макдональдс и заказом будет там ждать его ну естественно это на голову не надеть это очень странно но люди просят потом обижаются и ставят низкий рейтинг водителю для то что водитель говорит им если вам туда нужно вот берите добавляйте точку я вас туда везу это сразу какая-то обида непонимания и таких случаев достаточно много когда люди вот так вот злятся что-то требует что-то просят и понижают таким образом рейтинг водителю водить для водителя это как бы работал он кормит семью люди вышли забыли и они даже не в голову не возьмут что они портят таким образом рейтинг человеку но есть такая фишка когда водитель в убери может также поставить за ниже занизить рейтинг на своему клиенту и прогрева мне кофе остыл это ужасно на игре и кофе в микроволновке это тоже влияет если приходит заказ и водитель видит что его ждет клиент с рейтингом допустим даже четыре там и шесть вот 4 5 это мне муж так говорил то лучше этого человека не брать значит у него вот какие-то такие фишечки значит он там либо требовательный ну либо ну либо еще что-то не знаю что либо курит в салоне муж тоже рассказывал просто человек берет начинает курить или там женщина садится и начинает в салоне точить ногти не думая о том что салон там почищен и что ну другие люди за ней сядут и кому хочется там сидеть на вот этой на вот этих ногтях не говоря о том что эти ногти летят по всему салону и дышать вот этим всем неприятно и водителю и короче люди есть люди везде свои странности я хотела лишь вот сказать что такая ерунда приключилась заказами сейчас не знаю может что-то наладится в планах вот эту машину в принципе продавать она имеет там свой срок годности пока не знаем когда это будет делать будем ли с этой машины переезжать либо здесь продавать пока думаем а еще вспомнила тоже все хотят сэкономить это логично что все американцы тоже очень любят экономить почему тоже все любят экономить есть специальное такси для животных то есть водитель согласен возить животных но она стоит дороже естественно они не хотят переплачивать и был были такие случаи как муж тоже приезжают а там стоит буквально дома с собачкой это же вызывает обычное такси а у нее собачка собачка это же ну все что угодно может случиться с этой собачка и шерсть и грязь и нот все что угодно в общем поэтому естественно нужно доплачивать за это но люди не хотят доплачивать минус вот этого такси x кстати еще в том что в комфорте больше чаевых оставляют а чаевые это тоже как бы составляющая заработка более менее хорошего приличного без чаевых заработок был бы гораздо хуже о чем я говорила ревитоника ревитоника это вот омоложение лица тела 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 без уколов то есть естественно с помощью зарядки массажа и вот всех таких действий блога вот этой женщины анастасии дубинской у нее очень много курсов платных но можно обойтись и без курсов здесь есть тоже достаточно много информации так что вот рекомендую кто не знал об этом направлении ревитоника в общем смотрите какой лайфхак мы когда куртку это купили я даже не задумывалась что она двойная но валя это увидела на но вот этой набирочки там нарисована была девочка и можно вот так носить вот этим можно вот этим и потому что вода на лету тут также лейбл не ну классно как говорится получи новую куртку она идет к тебе к твоим штанам идеально это как будто в шубке да надо сейчас как будто в шубке так мило я иду за посылкой тему надеюсь без приключений и она будет ждать меня на столике в mail mail room в комнате для писем это не моя не моя не моя вообще кто-то разорвал и у меня должна быть большая вот смотрите о чем я говорила ключик по идее крючек сюда подходят прежде или туда мы сюда по моему или все-таки туда нет что уже написано gp а читать же надо 6 gp а я сую в 5 gp вот засовываем такое это называется женщина пришла это наверно для почтовиков какой-то дел вот же для ключа долго бы я короче пыталась засунуть и вот так вот оставляешь но можно наверное и не закрывает и когда почтали он туда что-то кладет он получается перекладывает ключик в ящичек так это и работает это реклама нужно выбросить пришло вовремя потому что мне надо завтра уже отдавать вали так что сейчас распакуем надеюсь оно хорошем виде все дошло сегодня смотрим не совсем рождественский фильм но очень интересный долго показывать нельзя оказывается youtube не очень доволен тем что показывает кусочки даже фильмов и лишает монетизацию мне так было в прошлом видео он распознал что за видео и пишу монетизации так что долго нельзя показать можно лишь вот так несколько секунд показать фильм называется джули и джулия готовим счастье по рецепту в русской версии в американской просто джулия и джулия фильм про двух женщин как одна женщина вот у них одинаковые имена можно сказать одна женщина решает приготовить за 500 чем-то блюд вот этой джулии известного кулинара которая издала свою кулинарную книгу осваивая французские рецепты фильм вот получается биографический драматический еще там какой-то мне очень нравится я уже несколько раз его смотрела и в общем рекомендую его просмотру посмотрите очень такой интересный спокойный кулинарный фильм и так давайте распаковывать посылку сайта тему по объему видно что здесь мелочи мелочи жизни на 20 долларов смотрю точно и проверила всего на 24 с копейками доллара 24 ну считай 25 это со всеми налогами цены буду называть вместе с налогами я не знаю видно ли или нет но там в общем здесь как ворсинки это для вали вот такой вот мягкая не хочу достану ну наверно достану вот это открою верхнюю стоит это урунбовина 8 долларов вместе со всеми таксами какие-то еще шарики это я не знаю тренд или не тренд но я не поняла почему столько ворса почему она облазит вот внутри то ли вода то ли какой-то гель жидкость в общем это сквиш говорю тихо чтобы сами понимаете не испортить и тут главное такие помпончики она это хотела просила вот идет в таком зип пакете причем зип пакет плотный мне вот просто интересно что это за ворсинки и если она все время облазит этаж весь дом будет в этом ну ладно допустим большая а именно и просила большой единственный минус что другой цвет пришел там были рандомные к сожалению два цвета и я поискала не было возможности именно вот этого и я понеделась и получила такой цвет ну тоже тоже на его любит но следующее не знаю что вы это в таком каждый продавец засовывает свой пакетик вот но это качество такси в принципе это вот это дешевый какой-то пластик я именно из-за вот этих двух штучек заказывала у меня сам скребок есть шоу в комплекте и скребок и это тоже тогда дешевый пластик это ужасно но и стоило на два доллара как говорится что вы хотели за получить за два доллара то и получили можно выкинуть вот это мне не нужно было можно в принципе использовать для массажа нормально свою функцию выполнить этот ролик но по идее в оригинале оно должно выполнено быть из того же материала что и гоша скребок ну вот даже слышно когда на стол кладу дешевая пластика не знаю бьется вообще не разбивается мой тяжелее в несколько раз продолжаем распаковку это маленькие колечки стоили совсем недорого доллар 69 они регулируются побаловаться конечно ничего там драгоценного нету что можно менять каждый день я и такие покупала уже в россии так вот это что у нас я уже слышу что это арактит уже вот что это это измерять это мерные чашки вот это и мерные ложки стоит 340 имеет металлические ручки такие ложечки удобно измерять когда готовишь по американским рецептам и чашки там же все время возьмите одну чашку а сколько это непонятно вот тут пол чашки 1 четверть чашки что еще одна третья собственно одна чашка но тут вот и и пояснения в одной чашке 236 миллилитров они легкие пушек пластик нормальный такой пластик по качеству и самое-самое главное что для меня именно является определяющим при выборе такой посуды она не имеет запах потому что когда пластик заказываешь иногда бывают такие огрехи пластик неприятно пахнет еще одна мелочь это то что сейчас поле любит я не разбираюсь персонажем не помню кто это абсолютно но знаю что ей понравится доллар 0 4 я думала он будет в 2 раза больше это как всегда ожидание и я думаю вот так он будет потому что это какой маленький но все люди писали какой маленький какой маленький но это очень маленький это как вы понимаете адвент календарь с вот этими всеми персонажами 24 штуки рекомендуется открыть перед тем как вручать нужно говорят что что там вот такая вот кися меси все по перепутано потому что он пока доставится еще раз там перетрусится все поэтому мы не откроем так по цене стоит он вместе с таксой 7 долларов 730 ну да вот они очень-очень маленькие но лучше чем я ожидала потому что там какие-то такие отзывы были кто-то пишет боже какой все такое мило сок ютсу вообще там best а и лайки ты все такое а кто-то говорит что это кошмар какой-то так я тут в ручке испачкалась вот очень-очень-очень маленький персонаж но очень миленький нет никакой там неаккуратности в прорисовке вот он миленький с чего сделан непонятно как твердый как пластик но не совсем твердаем тут мягенько как можно вешать их куда-то либо в качестве брелка либо еще как-то и они разные по размеру может это персонажи принципе они разные например вот этот крупненький то где его лицо а вот не но миленький вообще да мне нравится очень даже ничего я прямо реально боялась и симпатичные мордашки надо вообще прикольный а вот она ну вот она кстати у нее как будто усы вот она чуть-чуть но это у нее рот такой черный но как будто усы прерисованная все я довольна маленькие миленькие без претензий и тем более 7 долларов дело в том что вот это вот все продается и на амазоне и я говорила что цена там в два-три раза выше а все вот точно такое же точно такое же качество наполнение вот оно такое же маленькое они конечно бывают разные встречаются разные но стоит там 15 долларов я видела 30 долларов это 7 7 долларов это с таксой что вот так мне нравится завтра вручу и будет открывать не думаю она тоже обрадуется я надеюсь что на мне сейчас не слышит и этом в комнате закрыла сказала посиди секретная распаковка проходит прорезные окошечки 12 и пошел вперед до нового года но в случае американцев до рождества не уже вручают и того как и сказала подсчитывать 5 долларов всем довольна опять же кроме вот этого скрепка роллера вместе со скрепком это конечно на выброс а выглядело красиво надо пойти и отзыв написать чтобы люди тоже так не велись у кого эта штука есть я думаю все умеет ею пользоваться у меня этой штуки не было ну ею проходить все можно по боковым поверхностям шею вот так снизу вверх с одной стороны с другой стороны потом вот так сбоку по низу овала лица тоже снизу вверх несколько раз 78 с этой стороны нижняя часть лица с одной стороны с другой стороны но это все можно найти то есть заодно делаю зарядку потом носогубка проходится по носогубке как и так по моему это сбор документов идет да ты сказала нельзя показывать а сама начала хвастать нет похвалялась алиса а вот это не покажет а это не будем показывать достижение это мы сделали отчет о достижениях playing пиперс а что такое пикер мы купили в костка вот такие вот дамплингсы и я думала что их варить нужно вот опять в очередной раз покупаем не глядя не смотрим на упаковку но они уже готовы они уже готовы на пару здесь должно быть шесть вот таких вот подносиков упаковок всего будет 36 6 соусов составе там соевый соус я поставила воду варить я думала в смысле ну да поставила воду чтобы их отварить доставил покупку и читаю готовы к употреблению подержать на микроволновке две минуты посмотрим корейские дамплингсы написано корейский стиль смотрим ожидание реальность ваш ожидание я думала что он вот вот как бы как бы это порционные видимо шесть штук каждому по но давайте нет ну да по одной такой давайте одну сейчас приготовим и посмотрим может никто и есть ничего нет всего 6 да я и говорю 6 штук но в каждой всего лишь 6 пельмешиков маленькие думала небольшие они же так изображены что я подумала это вот да мы все равно пока одну попробуем мало ли так значит не открывая написано вот так вот прямо так вот положить потом все еще заморожены а я его заморозила потом минуту он стоит отдыхает вот этот подносит вот здесь сидела там трейл так поставили раз-два у меня главное тут вода кипит сейчас пельмешков поедим с детьми уже пахнет во все пельменями но надо подождать одну минуту чтобы они настоялись видимо и потом уже разрезать этот пакет ну пахнет реально вот запах пельменей так сейчас будет наверно ну нет ударит паром меня обожжет что вытаскиваем опа не ну пахнет очень прямо таким прям насыщенным запахом пахнет насыщенным запахом мать лингвист подожди на любителя много ну такая сочная начинка много овощей именно лук достали нашу простую хотела сказать русскую но на самом деле не русскую сметанку со сметанкой говорят вкуснее мне показалось еще что они немного сладковатые вторую хочу поставить режиме на побаловаться стоит но это не замена пельменям нашим попробовать можно принципе вот еще один супер рождественский фильм предновогодний пока ты спал называется обожаю очень люблю этот фильм много раз пересматривала так что в копилочку фильма для новогоднего настроения рекомендую и снимается моя любимейшая сандра булок смотрите какую книгу скачала классная книга у меня она была и я почему-то думала что я ее сюда привезла мне вот прямо кажется что я сюда привезла начала искать ее нету видимо я ее как-то в мексике выложила из-за того что был перегруз в багаже пришлось избавиться от целой кучи вещей и вот видимо я ее там и оставила эта книга про тейпирование с приметами с приметами с примерами так хотела показать очень удобно здесь разные разделы есть вот лимфодренажное тейпирование по зонам например лимфодренаж зоны глаз и много различных вариантов от морщин как тейпироваться межбровная морщина там десертные морщины все эти названия ужасных морщин я очень уважаю тейпирование но давно не делала вот всего лица я имею ввиду на межбровку я клею каждую ночь но надо вот заняться полностью затейпироваться и пугать мужа таким вот образом валя принесла это такой сквиш конфетка но с дефектом я хочу попробовать заклеить ну вот видно конфетка спасена ну может не так аккуратно конечно как хотелось бы мне нужно таких игрушек много почему она разворачивается спиной надо будет еще придумать игрушек побольше где-то елочки фонарик тоже великоват нормально а валя тут убирает это ты выложила из того шкафа а вот уже разобираю что-то сюда ну туда куда-нибудь в игрушки с ножа там а4 конечно же даже без 4 мы но будем порядке